так все вроде бы все записывается в общем эфир чтобы поделиться по ней вообще что у нас сегодня приз какие-то мощнейший просто энергетический процесс проживала это тело за весь день больше всего зевала чем за всю наверное историю расстановок ну правда очень-очень много зевала очень много всего выходила вычищалась вот и еще раз убеждаюсь что одно дело да когда мы работаем на уровне сознания с человеком и насколько эти программы не позволяют пройти через все эти слои вот и другое дело на сознательном уровне когда действительно на эту причину которая мешает на сейчас двигаться да то есть сейчас нам может казаться что я не могу там идти проявляться среди людей рассказывать о своих услугах придавать свои услуги да по одной причине может быть крыться вообще какой-то страх какой-нибудь из детства который нам не дает двигаться просто вот мы сегодня погрузились как раз м у нас привела гипнопрактику и в ней смотрели на картинки детства которые мешали ну не мешает в которых мы впервые переживали страхи страхи отвержения у меня вообще травма отвержения она даже по дизайну человека там где-то зашли то что то есть это как бы то с чем я пришла в это воплощение да в эту жизнь и по сути и она будет постоянно у меня бревна то мне важно ну как на новых уровнях да то есть это не то что я сегодня прожила браку и теперь я никогда не буду этого этого но она будет уже как бы других вариациях проявляться да то есть это как бы задача на эту жизнь пройти через этот опыт и и выйти в новое ощущение от этого как раз сегодня в практике у нас очень-очень получилось потому что если вот прям со подобности и когда я вообще сумма ты нас казахстана и в детстве когда достаточно такая бедность была у нас был свой дом там бассейн был но это было такое но но в рамках я не там с семьями моих подруг у нас была небогатая семья вот и я помню этот яркий день когда я пошла к одной из своих подруг она мне позвала пойти к клею какой-то знакомый подруг на день рождения мы были совсем маленькие не знаю думаю лет наверное 5 было 6 вот и я помню как ее мама наряжала там заплетала косы дала ей подарок а я иду на это день рождения в обычной одежде подарка то есть и меня так триггерило в этот момент как раз прожила вот этот но ощущение что бедности даже не такая что так кто-то звонит наверно 5 у меня это очень забавно что у меня после тантры нежды раз не знакомых номеров спрашивают а вы делаете массаж и вообще я этим не занимаюсь но могу предложить вам разбор массаж души массаж тела массаж души вот и прикольно кстати раньше реагировал на это очень негативно такая типа сбросала тут а тут начинаю даже человек разговаривать там а капка что запроса что как то есть ну я чувствую что тоже изменение да как мы реагируем на те же вот момент когда она звонит вон не человек когда вы заняты на мне как можно это повернуть ситуацию и выйти в какой-то диалог с человеком и так вот решение вот как раз тот момент я вы почувствует эту травму когда маленький у ребенка отверг потому что он не такой он бедный и так далее причем тот момент ко мне еще мама пришла потом каким-то карандашами ли чем хоть что-то дай но так пристыдила все эмоции и вины и стыда и вообще не понимала почему почему у меня нет красивого платья идти на день то есть вообще негодовать было маленького ребенка маленькой девочки вот это ситуация мне тоже было тоже вам тем или это я помню у нас была собака она щенилась не очень много плачня и один щеночков он заболел то есть у него были червячки что ли заделись корну кошку вот в шерсти в общем кто-то такое вот там они его съедали и было так страшно я прям просила умоляла родителей особенно папу помню что надо сходить что-то делать с этим теперь не знаю что я же тоже маленький не понимаю но у меня было четко что нужно как бы помочь вот на что на родители сказали что типа тут все бесполезно он скоро умрет и все такое и и вот в этот момент я тоже типа вот ощущение когда ты выдвигаешь какую-то свою идею там да и не можешь реализовать потому что тебе взрослые говорят да у тебя получится то тут уже все забей на это вот и по сути уже не так же да и помню когда верно года четыре назад еще было в мании и мы с одной девушкой ставали тоже проект совместный вот у нас там были какие-то идеи обменивались а потом как это вот придут в итоге мы ничего не завершили ничего не сделать вот так что вот кажется эти страхи вроде как до из детства что-то а по сути они вот влияют маленький ребенок который когда-то почувствовал отвержение он потом возвращается в нашу взрослую жизнь и мы по сути реагируем так же как когда детстве вели себя вот и третий момент у меня был в садике ходить в них и я помню как я кайфовал как-то с одного из садиков меня почему-то на тихий час отпустили гулять спали а я ходила гулять по садику на улице вот для меня это было про ощущение свободы вот но именно вот когда мне оставили в саду у меня ощущение вот что меня оставляют одну что я не и меня всегда водила бабушка и не мама и дедушка то есть тоже как будто вот родителя да и я по очень часто меня это цепляло потому что я очень много танцевал балет и на балет всех есть ли мы родители но у меня всегда бабушка я тоже не понимаю почему у всех не может со мной быть вот и мне прям это такое тоже как бы часть вот этого движения что самый близкий человек он там станет своими делами на работе я тогда еще не понимал что мы именно вот и но внутри все равно было какое-то ощущение что блин какая-то я не такая всех ездит мамы с ними а со мной ну бабушка да вот и вот сегодня практике мы это переписывали так интересно что указывается можно жизни переписать то как мы хотим доведите эту ситуацию и я очень благ на практике особенно не больше всего поразило что я пока когда говорила что до родители нас могут отвергнуть то сотом там школе где-то в детстве детском саду на кружках вот я помню там на хоре тоже сказать не так пою вот мы можем почувствовать это прожить эту травму но блин вселенная она всегда всегда нас поддерживает иначе мы просто не пришли в эту жизнь нас просто не было поэтому мы всегда будем об этом то это будет очень классное состояние и и поддерживать тебя в каждый момент то есть вот это приборочка которого когда кто-то обидел вот и дать ему ну как бы дать дать ему почему ему не хватило я вот например сейчас я четко почувствовал вот я сейчас расскажу на что я переписала эти которые были в детстве связаны вот и я почувствовала что тут самое важное как мы к себе сами относимся вот какие бы ситуации на жизнь возникали в этой ситуации тебя поддерживает а начинаем еще сильнее критикать как вы относитесь когда у вас что-то возникает не неприятное да скажем где вы не не в лучшем свете там или где-то ошиблись что-то вот случилось не как вы реагируете на эти ситуации исходя из этого просто возвращаться в себе этого любит водителя который вас поддерживает вообще чтобы не случилось стоит как фанаты стоят пара ты моя лучшая девочка у тебя все получится ты мой герой вот или например наоборот или мы критику себя как как у вас образ вашего внутреннего родителя который смущается когда у вас что-то не получается вот и по подвода вот того что как раз вот первую ситуацию я переписала что у меня даже уже в жизни это было то есть по сути я ее уже в жизни переписала недавно я была как раз на дне рождению шах нас она приглашала это причем меня тоже был необычный поступок что я поехала на день рождение куча знакомых и там вообще там очень сильное окружение многие большие деньги миллионеры и для меня это было очень такой необычный поступок первых за целом окружении вот и когда я выбирала подарок для меня это был тоже как переписка этой ситуации что теперь я взрослая и я могу себе позволить купить любой подарок есть деньги на это там платье который мне нравится и пойти уже совсем другом состоянии из той вот девочки которые было стыдно за то что у нее нет денег и нет денег ну достаточно денег то вот и вторую тоже вот ситуацию я переписала что там того спиночка самого мы спасли и отправили верти ритмару я прям это прорывал и делать его в пледике укутанном что все хорошо что и реализовали конца они нигде за но то по сути есть я сама и переписала я сама это решил чтобы вот третий момент в садик я чувствую вот это ощущение тоже отверженности качество я просто вот ярко мне картинка была шла я на карусели я мороженое с родителями и тебя снова то есть я не детскую ту где-то а вот именно с родителями я морожено кайфую на карусели вот и в этом очень много ресурсов появляется четко вот состояние меняется и понимаю что но еще легче как-то вот в мире да еще больше проявляться там не знаю вести эфиры писать посты и делиться вообще быть вот собой и и бить из-за ритма что-то мной что и меня вот сейчас вот меня не приму так что я должна быть какой-то другой вот такой я имею право быть это тоже такое длинное проживание потому что но всех сегодня поскрывал на слезы травмы которые 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 мы рождаемся как мы проживаем из которой мы вправе сейчас что-то либо поделать и это травм предпочтает давно затем либо ввести ее в ресурс и из этого ресурс уже давать кстати вы тоже сегодня обсуждали что когда мы он выдать ресурса это не очень ресурс для нас автория наверное сначала дать светом любви и заботы и спорта для тела движение какого-то ресурса там медитационных практик чтобы наше состояние поменялось потом же из-за этого состояния идти и бать людям делиться они не не на состоянии недостаточно когда нам самим мало нам судим не хватает и мы не идем куда-то делимся потом у нас возникает ожидания что блин а что никто а что никто не реагирует но потому что у нас состояние и энергия совсем вот камил привет я тут рассказываю про свое состояние практик которым сегодня проживали травмы отвержения хочешь может быть тоже поделиться есть подсоединю если у тебя такой тоже какой-то такой момент когда ты проживала подобное ой слушай что-то и бедала возможность говорить вроде бы привет привет я потеряла тебя а ты бедет ой все 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 да стульте вот расскажи и я сейчас с тем что мы испытываем отвержение вот какой-то момент в детстве когда почувствовали мы кому-то не нужны и там вот как отражается на нас как мешает там в реализации и продажах эфиры разборы проходить продавать поделись может тебя какая-то яркая яркий момент детстве когда помнишь что с тобой произошло когда ты почувствовала первые ощущения я плохо у тебя как-то не слышно так ты перезайдешь и или или ты сможешь выйти так наверное так все вот лучше ага да 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 у тебя сейчас ты меня слепляет просто звали да эти да вот поделись и если готова может быть тоже есть какая-то яркая картинка когда вот и чувствовала что блин тут кому-то не нужно вот именно в детстве первое что приходит из детства когда-то почувствовала вот это слушаю было знаю как вот недавно такая стою в ванной прикинь просто умываюсь и вот у меня эта картинка всплывает типа вот у меня есть младший брат это я не знаю но мне было год четыре наверное я помню детство только вот в раннего может три было года может четыре из раннего детства что у меня брат меньше меня и у нас было столько там камни валялись какая-то яма была и я ну как бы я постарше его на два года я с попрыгала через эти вот камни все дела и он решил повторить и упал и вот у него схватили вот да побежали и что-то мне папа сказал что типа ну то есть я не знаю ты не уследила так у тебя есть проживание а что не уследила да за старшим ну типа да вот это что-то такое вот ну просто не полетно знаешь вот такой стрессовой ситуации так у меня вообще офигенный папа все но вот стрессовой ситуации что-то такое вот как бы вот я прямо это так помню четко я просто стою ну вот такая одна стою не понимаешь что происходит как бы там что-то бегают все они побежали и вот это еще такая вот ситуация офигеть вот прикинь насколько это всплывает сейчас она уже в возрасте как бы старше насколько ну то есть это же тоже какие-то паттерны это же стопроцентно как-то влияет осознанно то есть мы начинаем как-то в уже в старшем возрасте да реагировать также потому что это у нас то есть это неосознанно для нас уже но поэтому я поняла что мне надо с этим поработать потому что не зря это всплыло как-то да кстати вот это же тоже про то что это вот прям есть такая такое родители не справляются сами уже с детьми когда несколько детей они как бы ответственность на на старшего ребенка звать ну типа так легче и по сути ты уже проживаешь уже взрослый становится по сути действительно просто ты сейчас рассказываешь у меня была точно такая ситуация с братом в детстве мне тоже младший брат на три года младше и он уронил на себя антенну такую поездку ему там прошло я была маленькая одна тоже я орала я думала что с ним вообще что-то непонятно случилось зову взрослых и у меня было вот это чувство вины что сейчас на меня сварит что это я что-то с ним сделала вот это чувство гиперсвестности и вины кстати да на самом-то деле знаешь а если смотреть зрение то что там не становишься ребенком для родителей да ты как тянька для младшего брата это как бы так и есть но как бы если смотреть в положительную сторону я бы не была то есть раз такой если бы не было у меня младшего брата если бы родители так не сделали потому что я сам в детстве достаточно ответственная да то есть уже взрослая я уже понимаю вообще то есть понимала мир там свои четыре года да потому что я уже следила за братом там да как бы я всегда с ним мне нужно ну то есть я чувствую ответственность и тем самым я становлюсь веселее сто процентов то есть я на свои годы уже старше ну это классно даже как бы он хотел переписать ту ситуацию если бы просто не ну по-другому не знаю я не люблю сильно знаешь загадывать как бы по-другому сложилось так в любом случае как надо ну вот типа если вот так надо значит вот для меня просто как ну да если так сложилось значит это реально круто возможно это в чем-то не помешает сейчас уже я буду с этим там работать так по-другому я даже не знаю как можно по-другому это сделать я не знаю о чем ты говоришь все предрешено да как бы ну то есть если так нужно значит так вот выбрала я душа и его и родителей все это как бы нормально но вот с точки зрения твоего внутреннего ребенка который вы которому хотелось любить тепла заботы вот чтобы он добавил детство картинку добавил и просто эту картину ты же можешь сейчас реализовать для себя я только вот про вот это больше да да я бы сказала что да в настоящем моменте чтобы я сейчас делала сейчас бы я ну имеется в виду я бы ничего не справляла да но я сейчас то есть я сейчас поработала сейчас я буду работать вот с этим вот там своими наставниками стали вообще смотреть потому что я прям почувствую что как бы как меня это во-первых триггерет у меня это почему-то картинка это вышло да и она сто процентов не в чем-то мешает я прям почувствовала прямо аж дошло до сердца как будто бы что это вообще где-то мой там сидит короче что-то это какая-то заноза вот сейчас бы я наверное это было еще знаешь такой звоночек к тому чтобы сдаться к тому чтобы обида то есть это обида на папу своего на маму да и это звоночек сейчас кому чтобы пойти к родителям обнять сдаться да поговорить с ними братом то же самое потому что это ну если картинка с там три члена семьи да значит и с братом то же самое то есть я считаю что это стопроцентно сейчас как всплыла не зря вот да все мы переписать в нашей жизни и ну жить во взрослых и не это вот а как эта ситуация отражала в твоей жизни сейчас ты чувствовала слушай нет ну вот то есть я чувствую вот чисто на материи я ничего не пишу то есть я не знаю пока у меня я не соприкасала эту ситуацию с ситуацией сейчас но как будто бы это еще и пришло для того чтобы возможно скоро будет такая ситуация которая будет очень похожа и чтобы как бы это паттерна как ну бесценательного не вышло да ту или иную ситуацию сейчас нужно и поработать для того чтобы вот в скором времени она ну не пришла потому что я вот почему так уверена в том что это звоночек для меня возможно для другого человека это не было бы так но у меня как бы от бабушки передались какие-то вот вот скажем способность да не способность не знаю видение не видение просто бабушка это не разбирала но она вот такая да и то есть у нее а ну это сильно как бы это передалось мне то есть во снах я могу что-то ну закрытыми глазами где-то в медитации и так далее и я это была часто активно все время работать чувствовать это да я стала знания вот это я сочувствую не все и поэтому я так уверен то есть я знаю это чувство я знаю как это работает вот этим делать а возможно как бы у другого человека это бы так не было вот именно вот я знаю что это что-то а у тебя сейчас нет возможности камеру подключить камеру я если хочешь можно просто одну так несколько паров не твою твою твое тело так все хорошо готова немножко поработать нужно будет просто за мной повторять паузу вот и отслеживать свои реакции что ты чувствуешь хорошо хорошо прям проговаривая я признаю и принимаю что какая-то часть меня что какая-то часть меня чувствует злость и обиду на родителей для того что мне так рано пришлось повзрослеть для того что мне так рано пришлось повзрослеть даю этому место я даю этому место как себя чувствуешь что еще раз повторюсь связь прерывается грудь и где какой части а солнечном сгущении да проговори пожалуйста я понимаю всех тех моем роду моих реинкарнациях детей оставшихся без родителей и вынуждены заботиться о своих братьях и сестрах младших заботиться о своих братьях и сестрах младших о хозяйстве о самом себе я даю место как ты сейчас ну как будто бы сжимает с двух сторон скажи пожалуйста я признаю и принимаю всех тех моем роду и в моих реинкарнациях кто работал в шахтах на строительных площадках и неожиданно погиб неожиданно погиб кого придавило кого придавило дыши 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 сбросили кого ты бросил кого ты бросил с высоты с высоты с высоты угу кто взрывался в шахтах кто взрывался в шахтах я даю это место я принимаю этот опыт я принимаю этот опыт я принимаю этот опыт я соглашаюсь с ним я соглашаюсь с ним мне не нужно платить дважды мне не нужно платить дважды Что сейчас чувствуешь? Легче, намного легче. Тут уже ничего не снимается. Так, еще раз повтори, связь прибывается. Легче и лицо даже... Что с лицом? То есть как-то слабо, как будто бы... Нет напряжения в лице. А, снялось напряжение с лица. Ага, проговори еще такое. Я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю? Всех в моем роду? Всех в моем роду. В моих реинкарнациях? В моих реинкарнациях? Кто должен был держать лицо... Кто должен был... Держать лицо и прикрывать свои истинные чувства. Прикрывать свои истинные чувства. И я даю этому место. И я даю этому место. Ага, это было там и тогда. Это было там и... Выдыхай. Это было там и тогда. Это было там и тогда. Я здесь и сейчас. Я признаю и принимаю свою яркую проявленную, чувствующую часть. Я признаю свой дар. Я признаю и принимаю свою другую часть. Я признаю и принимаю свою другую часть. Которая боялась проявлять этот дар. Которая боялась проявлять этот дар. И я даю ей место. Я даю ей место. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду. Я признаю и принимаю всех тех в моем роду. Моих реинкарнациях. Моих реинкарнациях. Параллельных вселенных. Параллельных вселенных. Кто участвовал? Кто участвовал? В розыске. В розыске. В розыске. В поимке. В поимке. Когда поймали. В поимке. В выдыхай. Если там тебя реагируют. В поимке. В заключении. В поимке. В заключении. Изжигание ведьм. Изжигание ведьм. Ковнов. Целители. Целители. Из шаманов. Из шаманов. Я даю этому эмоции. Я даю этому эмоции. Я принимаю этот опыт. Принимаю этот опыт. Ровно по той цене. Ровно по той цене. По которого она мне достоинства. Которая она мне достоинства. Я признаю. Принимаю всех тех в моем роду. Я признаю. Принимаю всех тех в моем роду. Из моих инкарнациях. Из моих инкарнациях. Из моих инкарнациях. Кто занимался целительством. Кто занимался целительством. Магией. колдовством шума с людьми и стал любить когда казалось это невозможно пострадал за это пострадал за это был убит повешен утоплен сожжен растерзан не закрывая рукой прям вы кашляет и выходит очищение все программу да все давай как себя чувствую хорошо хорошо можно сейчас еще вот финальный фраз говорить а моя душа возьмет из этой практики ровно столько информации сколько необходимо необходимо безопасно для меня и для окружающих я даю этому время место да вы каждый прям последнюю сильно зацепило все тело реагирует очень сильно и у тебя раньше размытый когда она начала говорить про ведьм у тебя экран такой плыв ну по крайней мере у меня такой для кого как ты чувствуешь что круто спокойно прикинь да поделись нет я уже два раза такую же практику делала прям ну не так же но вот это вот я признаю и принимаю моим однокурсникам Сережа его зовут я думала это его типа я думала это он там слова подумывает еще что-то это оказывается типа а ты откуда тут дела ты проходила где-то так ты прерываешь еще раз можешь повторить у тебя прям прерывается проходила где-то да ну тебя видишь прям кашлявало когда мы зеваем слезы кашель это прям выходит старая программа тебе сейчас вывод пока кашляешь не надо играть рукой что-то наоборот выходила вот здесь еще у нас зависла совсем если ты потом будешь смотреть все так ты меня слышишь тебя не слышно тебя звук наверное так слышно да не слышно что-то со связью после практики как чтобы у тебя все выходило не не заедая не запивает пока но если он сейчас уже чувствует что перестал кашлять нормально вот и там позаботиться покушать что-нибудь уже после когда уже перестань скажу тебя вот совсем со связью такое сопротивление такое бывает когда у нас попадает какую-то программу у нас со всех сторон начинается сопротивляться нас сегодня наставничестве и в практику страха больших денег тоже делаю девочек вырубал и там на самом интересном месте когда с фигурой прошлого воплощения как-то какой-то негативный опыт был связан с ногами тоже девушку вырубила то есть это нормально потому что когда такие мощные начинаем идти у нас все программы трясутся все трясутся и реагируют а когда вот совсем большой заряд вот еще техника сбоить прям и не выходить на связь так что это нормально это процесс который значит так нужно вот главное тебе сейчас позаботиться и может быть ветер свой вот слышно тебя так слышно или слышно я слышно обычно когда попадаем куда-то очень часто забывается техника да вот именно это вообще мне тоже это так работает так что я говорила я говорю что такую я уже делала ты уже всегда делала эту практику похожую признаниями принимая там да вот тоже самые слова признаю и понимая вот это вот реинкарнации типа я думала то есть он мне делал Сережа мой одногруппник на старничество вот вот я думала что это вообще то есть он придумал написал и так далее это это кто-то один особо да это метки и но козеларе есть расстановок от разных я просто обучалась как но на самом деле пусть читать не может и смотрю по пространству как ты говоришь такими словами а там что-то мне приходит картинки по сути просто через этот опыт тебе как бы выражать что в тот момент это было так там людей сжигали как раз в результатами шли свои дры открытие способности ну а сейчас это к другому может или непокольно мне нравится это очень круто это мне прям нравится ну потому что я ну я делала и я знаю какие у него результаты по этой технике у него ученики он дает я вообще это реально работает не раз у меня клёво прям состояние вот вот это проработка конечно все выйдет и все хорошо хорошо это болезненное но это сильно кашля начался вообще знаете мы недолго но когда сессия полтора часа такое ощущение иногда бывает что ты после сессии погоны выжал ну реально очень сильно и вот хорошо там да ванну с солью содой его почистить интересный как бы вышло из тебя наружу вот ничего поможет что ты делаешь на конца перезавлю согласна ну сам у меня знаешь в обратную сторону то есть я еще никогда не чувствовала просто я была выжата там и так далее ну конечно когда там на самом деле ты просто сидишь там шесть часов допустим на другом да и слушаешь там каждого то это конечно да да но именно это никогда у меня наоборот почему ты че слово слышно я пытаюсь сознательно считать что ты имеешь в виду обязательно скажи что с этим может не знаю может что я тебя чувствую вообще через вопрос вообще очень плохо почему то да да классно все мне уже давай спасибо спасибо я услышала благодарю тебя да и все спасибо я услышала благодарю тебя все давай пока 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 все спасибо что поделиться вот так что вот так работает метод когда есть к теме техника просто со всех сторон может врубаться по-разному мне тоже момент когда на самом интересном месте у меня просто компьютер перегревался это по телефону понятно что будет вот это тоже как бы значит ну нормально так реагировать а еще вот сейчас говорили про страх отвержения сегодня поднималась другая тема это страх больших денег вот в этой практике а я я я просто вот видела на нем большие деньги этот момент это пойти это сбежать потому что я чувствую кто-то заберет то есть это ощущение что там у каждого девочек картинки вот у меня было что сейчас придает заберет и по сути у меня очень именно связанные с каким-то заключением с прямой в том числе да вот какие-то ситуации были из жизни да то есть есть такой опечаток вот и когда мы проживали тот момент у наших родителей вот мы мы загадали что не нужно больше спасать или не нужно больше беспокоиться за то что у них что-то не так что и где-то не хватало и так далее и собственно поэтому вот это не до сепарированности с родителями из того что мы не хотим их бросить вот у них таких возможностей у нас есть страх идти большие заработки денег уже взросл и вот напомню что для того есть деньги большие себе там свои должностные обязанности обязанности перед баками и так далее но потом я вот с удовольствием потратила на какие-нибудь подкасты на проявление себя на фотосессию и связанные с фотосессией процессы макияж припуск вот это все дизайн у меня прям очень работа я делаю как бы на такой формат ходовой то что под рукой делаю именно сняться с профессиональной командой вот это вот меня очень сильно вдохновляет и очень интересно даже какой-то период же была на всех съемках даже на первом канале снималась в программе доброе утро вот и вот этот процесс съемок он всегда меня наполнял сдержал мне очень нравилось и я вот прям прикольно бы было на эти деньги тоже что-нибудь такое заплатить другому специалисту другим специалистам чтобы потом это все снимали и еще конечно же путешествовать там снимать классные силы заниматься йогой по утрам на травке там ходить в бассейн то есть вот такое жизненное продовольствие про кайф наслаждение все для себя желание и когда представим родителей которые у меня мама ей там кто-то делает прическу макияж снимает фотосей снимается родители отдыхают на тех же виллах вообще такое состояние просто понимается что ты уже никому ничего не должен своим родителям да ты можешь просто идти спокойно зарабатывать на свои желания на свои отчушки на свои реализации не бояться вот этого страха растождествлен да сепарирован от родителей и не бояться уже из-за них когда прочувствовать и точнее что ты можешь быть ну уже вот таким вот настоятельным но поэтому твои родители остались и не будет так же тебя любить хотя у меня два-три дня назад у меня был разговор с мамой и она говорила Маша занимаешься ты же знаешь за этому и в тюрьму забрать то есть я не знаю в смысле за то что проводишь там терапии ведешь нас там забирать тюрьму то есть для меня это как бы был такой момент больше видимо тоже вот программа которая далась от родителей в жизни вообще ничего не бывает и у меня понятие темы это тема свободы да свободы как бы обычно очень много в роду крестьян на крепостных которые были не дворяне там были конечно у меня и по поводу у меня даже кто-то есть романовый то есть риток романовый по маминому роду по дедушке вот и эти роман мы жили как раз в миасе тело реагирует значит значит есть это очень большой заряд вот и я припомню работали установки у меня очень сильно тоже были акции делая потом работают с темы как мои их родственников кого-то из рода иностранец и за счет этого у меня ощущение что я должна чувство долга поэтому я вот два раза уже с германией то есть я уехала потом ждусь потом опять уехал и вот так меня мотал туда-сюда то в россию то в германию вот вот такой вот взаимоотодействие и самое интересное что у меня не только я но у меня двоюродица в германии у нас какие-то такие взаимосвязи видимо действительно тянет бессознательно какие-то тоже программы вот и через где-то после недели две три у меня мама служила в музее в музее мой прадедушка служил во Франкбурте на Одере в белорусском вообще об этом не знали и вот так вот получается что через расстановки проживаем это потом было так вот когда у нас какие-то есть реакции показатель того про свободу я опять ушла тем про тему свободы что я вот когда тюрьмы то есть причем тюрьма была не с убийством и вот такими жестокими правствами а именно вот в сфере налогов кто-то платит бизнес на раз с этой темы то есть не просто а и на разных сессиях у меня очень ну бывало тюрьмы когда вот если видеть кто-то сидит на там же там же эфире в одежде какую-то полосочку еще что-то стены в палочку у меня кстати расскажешь у меня стил ну короче она не видно но в общем они в палку это просто прикол я говорю так осмотла просто то есть вот такие как бы это как мы считывают то есть момент когда мы считываем с методом какие картинки и чувства отклики мы можем тело да то есть иногда чувствую боль ноги я понимаю что это не моя боль а человека не работал вот и и в том числе и по реальным окружению что окружает человека какая комната там как он выглядит то есть вот все имея значение когда мы работаем по методу вот и то есть что-то мне происходит на разных уровнях в том числе и на том который очкин даже по какому-то нику по названию по вашему можно считать права и программы тоже так что вот потом по-разному тоже работает о чем я говорила о свободе да что свободу там загружены программы там и рабство то есть получается она программа такая что я могла быть многие в роду крестьяне да и не вылить заключение там служили при службе вот а с другой стороны были те же которые были там в высших социальных общества вот там и или воплощение когда я какой-нибудь эгипетской циклицией и воплощение когда я была в рабстве это тоже или там я не знаю прислуживала у этого хана у султана в сообществах там новых женщин вот тоже это тема всплывала да и меня не просто так когда у меня очень сильно прошло в общем там есть такое место в стамбуле под под землёй там очень много какие-то постройки старинные я даже не помню как это место но что я в самом конце там стоит большая статульная груза Горгона это как раз вот той которая могла просто замораживать и умерщвлять за чисто взглядом вот ну там тоже своя история и какой-то я помню мы сидим с девочкой втроём сидим ну и в общем какая-то какая-то одежда чешуй-то чешуй-то это с меня у меня утреть шторки что-то тоже было в стиле вот мы на это все смотрим и вы понимаешь как бы ребята тут по-моему в этом мире в этом мире ничего чисто случайного не бывает ну потому что вот такие вот совпадения и по факту там темы связаны с мифами которые в медузе горгоне так что вот такие вот всегда видны разные моменты можете наблюдать сейчас окружающим людьми вот без обратной связи то есть если человек готов услышать можно но если пусть не нарушен зак 1 главный стены свободы если человек не спрашивает нас об обратной связи я не даю потому что это будет раз нарушение и очень за это будет плохо не нарушать законы что мне о чем до этого все меня просто я плыву какую тему так меня сразу заберет да вот про свободу вот меня очень сильно фонит свободы и очень рождённых детей вот это писал в постах у меня на расстановке помню вообще вылезла что там поставили что-то 5-6 ну короче очень много нерождённых детей вот и и по сути когда я например занималась таких интересных практик там не интересно и йога и мандала света и нумерология и нарекотерапия и у меня было столько интерес и меня по сути мы мы проживаем истории тех детей рода которые не родились были абортированы выкидыш родились и тут же умерли на второй третий день у бабушки у мамы сестра третий день младшая сестра по сути я была ребенком который после нее то есть по сути ее судьбу вот и такие моменты нужно важно расписаться с этими фигурами с этими признавать их не скрывать тоже вообще узнала недавно что там недавно года 14 то у нас вообще у меня есть опер через дня после рождения и когда мы такие вот проговаривали реализуем и это было когда-то умер мне не нужно испытывать чувство вины за то что я жива а он нет проживать свою жизнь жизнь а не прожил не есть стран но как бы это классно путешествовать не имеют когда у нас какие-то связи с какой-то опыт очень сильный заряд у нас вот так тянуть в какие-то страны я помню родилась мне начало моей жизни меня все потянуло в латинскую Америку это вот просто моя вторая и когда я поехала в Мексику это было для меня самое счастливое событие моей жизни потому что я очень хотела то есть какой-то второй дом то есть очень тянуло именно туда вот и всегда нравился там язык вот культура вот еда танцы стальцы занималась танцевал танцевал и поэтому когда я ехала в Мексику мне кажется было просто счастье каждый вечер наблюдать что я еду я общаюсь с людьми то есть для меня это был какой-то как бы я домой спинусь может быть это такое ощущение что какие-то места с местом силы и душа тянется чтобы завершить какие-то очень классные вот эти вот например когда силы потому что это двойной помимо того что мы еще делаем сильные практики усиливают эффект и я помню когда даже измель родился буду в непальне и там вообще не хочется выходить там такая атмосфера я понимаю те же людей туда сделать эти практики методы реализации остановки это будет просто пускаться и в египте тоже очень такие места это цивилизации по сути оттуда первая цивилизация который поставил по тебе там египетская вот и те же воплощение помню тоже когда я занималась очень бога рискала и у меня в рисунках прям вы детали пирамиды какие-то фараоны то есть и и это же нужно и не со знанием рисуем сознательной часть и когда это все ведь и тот же инструмент мандала светом тоже как бы челец ну не просто таком визе на земле образ его нам тоже передали и это такой инструмент который еще пока не и так известен да вот земля но ко мне уже приходили девушки которые на сессии рассказывают что они чувствуют что когда-то они уже создавали мандал вот так то есть душа она все равно помнит есть какая-то память которая она еще знает что оказывается причем не в этой жизни то есть постепенно душ не вспоминать у нас был был момент когда наши наши память все свои убийства уравства и насилие и насиловали воровали и если мы все помнить мозг психика может не выдержать так что нас решили поберечь но на какую-то программу мы попадаем реально у вас было что страх денег из-за негативного опыта вот так что поделите что чувствуете вообще как сегодняшний мой эфир потому что я я сегодня вот у меня состояние как будто очень мощное что-то энергетический этот процесс сегодня мы запустили я еще после всего этого сделала один круг плали медитации динамической и понеслось такой интересный сегодня был процесс вот так что поделитесь в комментариях что чувствовали может быть связано со страхом отвержения какие у вас были картинки если вот когда я проговаривал может быть вы что-то вспоминали что у вас было и прям вот в моменте спрашивайте что внутреннему ребенку тогда нужно было чтобы он хотел не как бы хотел и прям вот в моменте представляете как это выглядело и потом можно не реализовать своей жизни я вот на мороженое да я могу пить а вот до курсили надо доехать у нас тут церковь не вот вот и про строя никто же признать что уже есть на сумках торговых и сейчас зарабатывать тогда вам нужно будет спасать и можно найти свое вот так делитесь пожалуйста своими ощущениями и эмоциями что кто кстати если будет делать практику которую с камилами делаете можете тоже проговаривать что для себя посмотреть ваши реакции написать что у вас происходило с телом может кого-то какие-то истории роду есть связаны с этим просто проговаривание регулируйте это и это мы это мы это признали все завершили идем дальше мы уже не будем платить можно это повторять по никакой терапии а ты можешь менять по-другому вот наверно все назовешь вот тем хорош побежала заземлять через беду всем пока то у а х ool а в и и и и Продолжение следует...